Библия говорит, что близок Господь к сокрушенным сердцем. Находясь рядом, один может быть за миллионы километров от Господа, а другой касаться Его руки, касаться Его сердца, потому что сердце Его сокрушено перед Богом. Сама сила, друзья, не в нашем громком или тихом пении, не в наших песнях прославления или в тех песнях, которые мы пели сегодня, которые тоже являются песнями прославления только других времен, другого времени, другой эпохи, другой культуры. Друзья, сила христианства, сила христианина в самом Боге и в отношениях с Ним. И будем помнить об этом. Итак, друзья, у нас первое послание к Коринфянам апостола Павла, 5 глава. Мы будем разбирать эту главу. И, может быть, не совсем к месту, когда мы вспоминаем историю, читать первый стих. Есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние, и при том такое блудодеяние, которого не слышно даже у язычников, что некто вместо жены имеет жену отца своего. Но, тем не менее, друзья, это тоже история, правда? История церкви. И даже, может быть, очень далекая и негативная история. Но, друзья, я хочу сказать, что даже из этой негативной истории можно извлекать какие-то важные, полезные примеры, которые укрепляют нашу веру. Например, друзья, если бы я писал Библию, если бы я писал Библию, или ты бы писал Библию, скажи, какие были бы у тебя библейские герои? Например, Давид. Друзья, мой Давид был бы круче, чем все святые на всех иконах. Вы знаете почему? Я бы не вписал историю, где он согрешил с Версавией. Я бы не вписал историю. Мой Давид был такой, знаете, святой, святой, и крылья бы не помещались на спине, сколько у него было крыльев. И это тот пример, за которым мы должны следовать. А Господь открывает нам на страницах священного писания вот такого Давида. Или как-то утром моя дочка читает Библию и приходит ко мне и говорит, папа, Авраам, отец верующих, смотри, как он поступил. Это когда он цару свою там сдал фараону. Смотри, если бы я писал Библию, друзья, я бы туда не вписал бы. Моя Библия была бы правильная, четкая, без этих всех греховных, этих отступлений, друзья. И, друзья, когда я читаю эти вещи в Писании, я уверен, что это написал Господь, который не боится ни хороших, ни плохих примеров в нашей жизни. Эта Библия говорит о Нем, о Его святости, о Его силе и о Его величии. Это Его Слово, которое открывает Его. И Он говорит правду. Правду для нас. Правду обо мне самом. Почему, друзья, как часто сильно хорошие, оторванные от нас примеры, положительные примеры, убивают нас? Я помню, студентами обычно сентябрь на картошку и наше поселение, такой вот эти домики, помните такие, куда студентов свозили, вот такие вот треугольные они все были. И мы пошли на турники, ну и там, знаете, три раза подтянешься, там один подъем-переворотом, один, второй. И вроде мы как-то так все себя хорошо чувствовали. Мы спортсмены. Подошли, двое ребят, сняли маечки, друзья, и вы знаете, что они начали на этой перекладине вытворять? И вот так, и вот так, и вот так. И мы быстро погасли. Мы тихонечко взяли свои вещи и пошли спокойно пить чай. Мы уже были не спортсмены. Вы знаете почему? На их фоне нам было стыдно даже стоять рядом. То, что вытворяли они, нам даже было стыдно стоять рядом, и мы ушли. Иногда, друзья, когда мы видим такие примеры, такой святости, мы говорим, из меня ничего не получится. Каждый из нас знает, когда он искушался, когда он лизал этот грех, и враг шептал ему. Один разочек ничего страшного, да? Зато вкусно. Попробуй. И каждый знает, чем оборачивалось это лизание греха. Итак, есть верный слух, что у вас появилось блудодеяние. Павел пишет о негативном примере в Коринфской церкви. Да, это было, друзья. Что было с этим человеком, как он покаялся, что он переживал, мы узнаем дальше, в следующих главах. Но сегодня мы говорим об этом, что Писание является верным Писанием, и Бог показывает как положительные, так и негативные примеры в жизни людей, даже верующих людей, и показывает выход. Бог не отрывает библейских героев от нас. Они такие же люди. Потому что самый главный в Писании это сам Бог, который является нашим оправданием, нашей святостью, и нашим выходом из греха. И второй стих. Первая реакция Коринфян. «И вы возгордились, вместо того, чтобы лучше плакать, дабы изъят был из среды вас, сделавший таковое дело». Во-первых, церковь должна обозначить свою позицию, когда она видит, что внутри церкви человек грешит. Мы знаем много примеров, друзья, из Писания и из жизни, каким разрушающим действием обладает грех. И если церковь отождествляет себя с грехом, это разрушает и саму церковь. Но вот в Коринфяне написано «возгордились». Это слово, противоположное слову «смирение» и «кротость». Когда мы слышим слово «смиренный» и «кротость», часто в нашем славянском сознании рисуется тряпка, тряпка, которая у входа в дом лежит, и все приходят и вытирают ноги. И ты думаешь, ну ничего, пусть вытирают, зато у них ноги чище будут, да? Пусть вытирают. Друзья, и это правильно! Но слово «смирение» и слово «кротость» там имело немножко другое значение в Новом Завете. Иногда этим словом обозначались кони, боевые кони, которые идут в бой. И он кроткий, потому что он на коротком поводу. Он управляется рукой всадника, который сидит на нем. И представляете, там огонь, там грохот, там стрелы, там камни летят. И конь идет через бой. Обученный конь, который не шарахается от каждого громкого звука, он четко идет туда, куда направляет его рука. Друзья, что такое быть кротким? Это идти так, куда направляет тебя рука Господня, несмотря что творится справа и слева. Какой бой, какой шум творится вокруг тебя, как важно идти туда, куда направляет тебя Господня. А вы возгордились. Гордость, друзья, пришла к нам из Едемского сада, когда человек решил сам быть Богом, сам управлять своей судьбой. Это есть гордость. Я сам. Наивысшая точка идолопоклонения, наша гордость. Я сам. Все остальное, производное, я сам. И вы возгордились. Друзья, вы знаете, гордость, это не обязательно ходить с поднятым носом. Гордость, это когда мы не слушаем того, что Бог говорит о нас, что Писание говорит о нас. Это и есть гордость. Бывает гордость, даже замаскированная под святость. Вы знаете, друзья, что саму святость Господню, понятие греха невозможно растянуть. Есть четкие, определенные параметры Богом. Вот когда мы говорим слово храм, что рисуется в нашем сознании? Здание? Либо, как говорит первое послание к Коринфянам, 6 глава, 19 стих, наше тело, которое является храмом Духа Святого. Что рисуется в нашем сознании? Когда мы говорим церковь, мы представляем себе собрание верующих, либо здание. И когда у нас смещается понятие храме, мы начинаем святить один храм, а другой остается в запустении. Когда смещается понятие святости, друзья, смещается и понятие, что хорошо и плохо в других областях нашей жизни. Один мой знакомый рассказывал, как один в Африке миссионер проповедовал в племени одном, и они были все в набедренных повязках. И он сказал, что женщины должны покрыть голову, потому что это мерзость перед Господом. И женщины сняли свои набедренные повязки и надели на голову, потому что им надо было выбирать, стыдно перед людьми или стыдно перед Господом. И так как они боялись Господа, они надели эти повязки на голову. Друзья, если мы начнем натягивать нашу святость в одну сторону, что-то оголится, и мы должны это понимать. И часто, когда мы святим какие-то вещи небиблейские, мы забываем о главных вещах. То, о чем Иисус говорил фарисеям. Суд, милость, верность, правда? Мы святим какие-то формы и забываем о прощении, о нежности, о любви. Почему-то о христианах говорят, что это люди правильные, но злые. Потому что они всегда тебя обличат, всегда пальчиком тебя ткнут. Не то, а грешник ты, да? Оставили важнейшее в законе. Суд и милость. Сдвигается шкала духовности. Она нерезивная. И это гордость, друзья. И Павел говорит, ребята, вы возгордились. Вы не подчиняйтесь мне. Возможно, они прикрывались этой невероятной любовью. Ну вот делает человек этот грех. А мы его все равно любим. А кто мы такие, чтобы судить? А Библия говорит, что таковы Царствия Божия не наследуют. И вы должны по Библии сказать один на один. Если нет, при свидетелях, если нет, скажите церкви. Друзья, мы ответственны, если мы знаем, что кто-то из членов церкви делает грех. Мы ответственны за то, чтобы поговорить с этим человеком. Чтобы начать молиться за этого человека. Ответственность наступает сразу тогда, когда у тебя есть в голове информация об этом. Павел говорит, у меня есть верный слух. Я знаю, что он молился об этом человеке. Я знаю, чем закончилась эта история. И многие из вас, которые читают Библию, знают об этом. Итак, друзья, но что делает Павел сразу? Третий стих. А я, отсуствуя телом, но присуствуя духом у вас, уже решил, как бы находясь у вас, сделавшее такое дело, в собрании вашем во имя Господа нашего Иисуса Христа, общее с моим духом, силою Господа нашего Иисуса Христа, предать сатане во изнемождение плоти, дабы дух был спасен в день Господа нашего Иисуса Христа. Страшные слова, правда? Предать сатане во изнемождение плоти, дабы дух был спасен. Как-то так не хочется, чтобы они обо мне звучали эти слова. Не хочется, друзья. Но я знаю, что Бог иногда касается нашей плоти, Бог иногда касается нашего здоровья, материального обеспечения нашего, нашего транспорта, наших домов, когда хочет поговорить с нами духовно и достучаться не может. Вы когда-то чувствовали, что Бог, когда не может достучаться духовно до вашего сердца, начинает касаться ваших материальных вещей? Плоти, здоровье, окружение. Тук, 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 тук. Тук, да, это я, Бог. Не слышишь? Ну тогда я сюда постучу. Тук, тук, а, слышишь, да? Молишься? Давай будем вместе молиться. Надо выходить, надо душу спасать. Друзья, это не так страшно. Просто у Бога и у нас разные ценности, разная шкала ценностей, разная система ценностей. И у Бога главная ценность. Душа наша, дух наш. Написано, чтобы дух был спасен. А у человека какая главная ценность? А чтоб все было, правда? А чтоб все было. И побольше. А когда руки складываешь, а надо всего два метра, и маленькая квартира, правда? Которая даже не на замок закрывается, а гвоздями забивается один раз. И все. И земли тебе гектары не нужно, да? Тебе выделят, не переживай. Никуда не денешься. И все. А Бог говорит, а что дальше? А жизнь вечная. А вот здесь ценность моя. И я хочу, чтобы ты был спасен. И поэтому апостол Павел такие как бы жесткие слова употребляет, дабы дух спасен был. Придать сатане во изнемождение плоти. Друзья, когда мы молимся о ком-то, о своих родственниках, о своих близких, не надо думать, что у них сразу все будет хорошо. Возможно, Бог начнет усиленно говорить с ними. Друзья, когда мы молимся сами о себе, Господи, дай мне терпение. Не надо думать, что у вас сразу появится отсутствие искушений. Возможно, они увеличатся у вас. И ваше терпение будет проверяться на крепость. Дабы дух спасен был через него. Это Божья система. «Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше от Отца Света, у которого нет ни изменений, ни тени перемены». Иакова 1,17. Друзья, это есть даяние доброе. Это есть даяние доброе, которое мы иногда не понимаем. Или евреям 12 глава 6 стиха. «Отец наказывает тех, кого любит, бьет же всякого сына, которого принимает. Если вы терпите наказание, то Бог поступает с вами как сынами. Если же остаетесь без наказания, которое всем общее, то вы незаконные дети, а не сыны». Ну, такие грустные слова. Никто не хочет получать по пятой точке. Всем хочется мороженого, правда? И побольше. Но, друзья, в процессе нашего воспитания иногда родители отправляют на школу, и подправляя оценки в наших дневниках, они используют какие-то свои родительские методы. У каждого они свои. И у кого этот метод висит, значит, за шкафом, у кого он постоянно находится в брюках. Но как-то они использовали, подталкивали, вдохновляли нас. И нам это не нравилось. И наши учителя в школах, самые плохие учителя, которые требовали, безжалостно требовали от нас оценок. Друзья, сколько раз мы потом благодарили Бога и их самих. Спасибо, что вы научили меня знать предмет. А вот хорошие, а вот хорошие, которые ничего не требовали, оставили оценку просто за то, что ты подметешь пол. И вообще, хорошо, что ты пришел, да? Хорошо, что ты пришел, посидел, за посещение тебе оценку. Друзья, как правило, эти предметы мы не знаем. И нам нужно идти в вечность. И поэтому Господь открывает нам горизонты вечности. Отец учит нас и принимает всякого сына. Итак, нечем нам хвалиться, нечем вам хвалиться. Разве вы не знаете, что малая закваска квасит все тесто. Итак, очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы бесквасны, ибо Пасха наша, Христос, заклан за нас. Поэтому станем праздновать не со старой закваской, но с закваской, не с закваской порока и лукавства, но с опресноками чистоты и истины. Но с опресноками чистоты и истины. Интересное слово закваска, правда? Интересное слово закваска. Как мне один товарищ объяснял закон соленого огурца. Вы знаете, такой в природе существует закон соленого огурца. И он так объяснял, что если взять бочку с солеными огурцами и положить туда свежий огурец и достать его через неделю, что с ним будет? Друзья, как жить в мире, где бытие определяет сознание? Как жить в этом мире, который живет по закону соленого огурца и остаться христианином? И вы знаете, Библия учит не тому, что мы пройдем жизнь без штормов. Наша лодка плывет по морю и важно, чтобы шторм не был внутри лодки. Друзья, иона в желудке у рыбы оставался живым ионой, правда? Он там не разложился. Вы знаете, почему? Потому что он был живым. Если вас поместить в бочку с солеными огурцами, вы не станете солеными. Пока вы будете живы. Это только мясо солят убитых животных и помещают в соленую воду, и оно просаливается. Вы не просолитесь. У вас есть своя система жизни, которая вращается вокруг вас. И вы не часть этой бочки с солеными огурцами. И этот закон не действует на вас. И Павел говорит, малая закваска, не пустите эту бурю в свое сердце. Маленький грех, о чем уже мы слышали сегодня пастор из Лодзи говорил, да? Маленький грех, я только лизну, а это закваска. Положил и начинает квасить. Пусть она будет снаружи, пусть она не будет внутри нас. И незаметно, 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 сколько верующих заквасились, потому что сплетню пустили в сердце свое. Недовольство, грех. Одним глазком, посмотрю туда, да, на эту порнографию, одним глазком отдамся своей похоти, я знаю, где остановиться. Одним глазком отдамся этим похотливым мыслям, я знаю черту, я не пойду дальше. И ты чувствуешь, как Евангелие перестает говорить к твоему сердцу. И ты чувствуешь, как закон соленого огурца начинает работать в твоей жизни, пока жизнь Иисуса не расставит все на место. Итак, разве вы не знаете? Берегитесь этого. Павел на простых примерах о закваске и тесте. Он говорит о том, что мы должны праздновать сапресноками. Интересный пример, интересная параллель, что тот, кто заквасился, он никогда не поймет состояние души, которое выражается как праздник. Только тот, кто имеет радость от Бога и святость от Бога, он может праздновать. Вы знаете, почему христианская жизнь унылая и серая? Потому что закваска пришла в нашу жизнь. Почему христианская жизнь радостная? Потому что, когда преснаки чистоты и истины в нашей жизни только они дают возможность праздновать. И поэтому, друзья, очень важно в нашей жизни иметь праздник от отношений с Богом, легкость от отношений с Богом, радость от отношений с Богом. И это возможно. И вы знаете, я замечал, что те люди, которые вкусили этой закваски, как их раздражают те, которые радуются. Да? Ничего, ничего, ты молодой верующий, да? Ты молодой верующий, ты не понимаешь. Друзья, а это не зависит от молодого верующего. Это зависит от наших отношений с Богом. И кто-то празднует, а кто сидит, пыхтит и раздражается. А может быть, закваска уже давно разъедает его изнутри. И так хочется, так хочется праздника и легкости, а ее нет. А ее нет. Друг, может быть, есть эта закваска в твоей жизни. Может быть, поэтому нет радости в твоей жизни. А так хочется праздника. Я знаю, что однажды ты его испытывал. Испытывал, когда Господь подарил свою чистоту. Поверь, это возможно снова и снова иметь в жизни. И дальше Павел пишет с 9 стиха. Я писал вам в послании не сообщаться с блудниками. В общем, не вообще с блудниками мира сего, или с лихоимцев, или хищниками, или идолослужителями. Иначе вам надлежало бы выйти из этого мира. Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, называясь братом, остается блудником, лихоимцем, или идолослужителем, или злоречивым, или пьяницею, или хищником. С таким даже не есть вместе. Ибо что мне судить внешних? Не внутренних ли вы судите? Внешних судит Бог. И так извергните развращенного из среды вас. Друзья, если есть в наше сердце что-то развращенное, может быть, время это извергнуть. И если я знаю, что кто-то из моих братьев или сестер делает грех, не думайте, что вас это не касается. Вас это очень сильно касается, потому что его грех квасит и вашу жизнь. Заквашивает и вашу жизнь. Подойдите, поговорите, помолитесь вместе с ним. Итак, друзья, пятая глава первого послания к Коринфянам. Вот такая эта глава. Может быть, не совсем по шерстке она нас гладит, но она говорит о том, кто есть мы, и говорит о благости Бога. Друзья, и мы сейчас будем молиться. И если в сердце твоем печаль, и горесть, и закваска, и грех начинают владычествовать в твоей жизни, есть время покаяться. Попроси прощения у Бога. И после того, как закончится собрание, ты можешь подойти сюда, мы помолимся вместе с тобой. Ты можешь выйти сюда во время молитвы, если Бог побуждает тебя. Ты можешь молиться там, на своем месте, где ты находишься. Ведь самое важное, друзья, не выход, не ритуалы, самое важное, друзья, твои отношения с Богом, не в словах молитвенных речей, и не в песнях жизнь души моей. Вся у нас сокрыта во Христе. Все мои источники в тебе. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok